Зачем тебе голова на плечах? Вопрос уже попахивает провокацией, но школьник рефлекторно отрапортует, чтобы думать. И взрослый, конечно, ответит так же, вспоминая строгий тон и взор учителя. Однако я утверждаю, что правильный ответ, чтобы есть. Да, вот этот овальный отросток на плечах нужен, чтобы запихивать еду в его фасадную часть. Продуктовый магазин – это самый посещаемый закоулок вашего населенного пункта и жрет это ненасытное отверстие трижды в день, а то и чаще. Это было лирико-издевательское отступление, ибо данное видео вовсе не о еде. Всем привет! С вами Финимор. Сегодня мы поговорим о голове и мозгах, которые разучились задумываться. И фишка в том, что сегодня я не скажу ничего нового вам, но разложу перед вами очевидные факты под таким углом, чтобы вы узрели совершенно иную картину, которую не замечали под носом годами. Я попытаюсь развернуть тему так, что еда, попадающая в вашу голову, перестала притеснять мозги, как это делает толстый дяденька в лифте. Вот вам небольшой сюжет, который протекает в кабинете директрисы школы. Самой обычной средней школы. Директриса удивленно смотрит на странную мамашу, которая пришла не устраивать своего ребенка в первый класс, а как раз наоборот, отмазывать. Я не спрашиваю вашего совета, и тем более разрешения, я просто пришла вас уведомить, что мой сын не пойдет в школу ни 1 сентября, ни 1 декабря, ни через год, ни через два. Он вообще школьный порог в статусе ученика никогда не переступит. Вы что же? Хотите, чтобы ваш ребенок дворником всю жизнь проработал? Поучительно-извительным тоном ухмыльнулась директриса. Простим ей этот тон, ибо такая должность запрещает задумываться. Ведь она давно вросла в это болото школы и даже не подозревает, что заведует фабрикой по массовому производству офисного планктона, той самой серой массы, которую с 7 лет готовят подчиняться и пахать на тех, кто в подобные школы никогда не ходил. Ребенок никогда не станет успешным, если будет делать то, что делают все, а это, как грех, фундамент школы. Способность задумываться. Школа выкорчевывает собственное мнение, а взамен сеет редкую форму идиотизма. Причем вирус этот поражает и мозги родителей, которые вынуждены с головой окунаться в идиотизм учебного процесса. Вкупе с потребительским строем дети и взрослые настолько обленились, что окончательно потеряли критичность мышления, перестали задумываться, а зачем? За них задумались и подумали, где жить, что надевать, что сожрать, где пожрать и как модно тратить зарплату. Специалисты по маркетингу, мастера по упаковке и продаже воздуха. Люди так обленились думать, что ищут зубную пасту, чтобы со фтором была, даже не подозревая, что фтор – это яд. Народ разучился задумываться, поэтому покупает две вещи по цене четырех, чтобы третью получить в подарок. Да-да, у нас сегодня выгодная акция, бегло протараторит продавец, дауду ремонтного бутика. Люди обленились соображать настолько, что в дьюти-фри отваливают за бутылку виски 250 евро, убеждая потом друзей, что эта торговая зона освобождена от пошлин, поэтому грех не воспользоваться халявой нейтральных вод. Идиоту невдомек, что он только что оплатил баснословную аренду торговых площадей аэропорта. Люди совсем опалоумели. Все лампочки в квартире меняют на энергосберегающие. Их выгода тает в тот момент, когда вы оплачиваете чек в 10-20 раз дороже тех ламп, которые сейчас освещают вашу квартиру. Капец экономия. Запомните, энергосберегающие лампы сберегут ваш бюджет, только если их выдадут бесплатно. Это единственное экономически выгодное для вас, а не для фабрики комбинация. Та же фигня с уже заложенными двойными ценами на энергосберегающие холодильники, кондиционеры, телевизоры и, конечно, автомобили с такой сегодня модной буквой ХА. Современные модники, мать их за ногу, настолько ленивы, что натягивают штаны только наполовину. Дальше, видать, лень берет свое. Им впадлу дотянуть портки до конца, поэтому ходят как младенцы с переполненными спадающими подгузниками. Я модный, йоу, ты чика не всосала, говорят они. Ну что ж ты дебил такой, навалил в штаны, и вместо того, чтобы бежать домой мыться, чешешь противоположную сторону. Я лично уже давно поставил знак равенства между модной и умственно отсталой. Итак, быстренько отвлеклись от полуголой ассистентки и внимательно следим за руками фокусника. Очень внимательно. Это человеческий аватар. 70 килограммов туша управляется вот таким вот крохотным куском филе, среднего веса 1,5 килограмма, что составляет всего от общей массы 2% человека. Мозг в данном случае маленький управленческий орган. Это ваш компьютер. Здоровенный жестяной ящик с монитором, клавиатурой, мышкой, принтером, сканером и еще кучей проводного и беспроводного фуфла управляется вот таким малюсеньким буркетиком. Из кремния, кстати. Кто-то называет его процессором, кто-то камнем, кто-то мозгом. Но по факту это суперсложный кристалл, очень маленького размера, выполняющий управленческую функцию. Это самолет. 200-тонная махина с пятью сотнями полудурочных туристов в шортах. Управляется всего лишь одним человеком. Посмотрите на пилота со стороны. Он просто козявка на фоне Боинга. Но эта козявка сейчас поднимает гору металла в воздух и перенесет на другой материк. Пилот, в данном случае, маленький управленец. Не только внушительные машины, но и огромное число людей. Продолжаем. Но немного с другого ракурса. Степан. А это его отаро овец в сотню безмозглых голов. Степан управленец. И его одного достаточно, чтобы управлять целым стадом. Это Аруба. Вождь австралийского племени. Численностью три с половиной тысячи человек. Все важные вопросы обязательно согласовываются с вождем. Аруба управленец. Толпой аборигенов. А это Рудольф Карлович. Он директор нефтеперегонного. Его подчинение 10-километровый завод. И 8 тысяч работников. Один человек руководит такой махиной. По сравнению с пилотом самолета, Рудольф Карлович – бог. Но также управление с подчиненными баранами, которым никогда не видать кожаного кресла директора НПЗ. Это Тим Кук. Человек управляет штатом 132 тысяч сотрудников из самой богатой компании на планете. С ежегодным оборотом 265 миллиардов долларов. Тим – управленец. А 132 тысячи мелкого скота – это планктон, серый фон. Не побоюсь этого слова – челядь. И плевать, что на самом деле Рудольфа и Тима посадили на кожаный стул те, кто не хочет подставлять свой зад в случае великого Ахтунга. Я просто хочу донести до вас, каким маленьким выглядит пастух на фоне своего стада. Но размер в данном случае не важен. Важна управляющая роль центрального мозга процессора, который, как видите, может быть куда мельче 2% от общего размера организма. Итак, еще раз. Завод по сборке автомобилей включает 5000 сотрудников, но управляет им всего один директор. Если офисный планктон свою зарплату приносит домой в кармане, то топ-менеджер концерна в спортивную сумку может не уместить, если речь, конечно, о наличке. 5000 человек – это фон, а директор предприятия – тот самый избранный баловень судьбы, хозяин жизни. Называйте, как хотите его. Прилегированное положение. А теперь на секундочку вывернем наизнанку соотношение пастух и овечьих голов и представим странный самолет, где всего пару пассажирских мест, но зато 500 кресел для пилотов. Сейчас турбины заливут и 500 летчиков повезут двух пьяных туристов на райский пляж. Еще представьте, 2500 директоров одного завода и одного слесаря Михаила Ивановича, просмайленные роби, собирающего один автомобиль в год. Скажите, такая пропорция пастухов-овец будет работать? Надеюсь, здесь споров не возникнет, поэтому переходим к выводу. Наш жесткий мир так устроен, что на тысячу акуней плавает только одна акула. Руководят единицы, а горбатится от звонка до звонка огромное, просто охренеть, насколько огромное количество серой массы статистов, планктона, челяди одним словом, которую, внимание, нужно обучить. Ходить, как челядь, одеваться, как челядь, отдыхать, как челядь, и самое главное, как челядь думать. То есть, не задумываться ни о чем. Я хочу, чтобы вы, наконец, врубились, что большее всегда под управлением малого, но никак наоборот. А теперь убрали телефоны, учебники и шпаргалки. Закрепим услышанный материал. В формате текста, разумеется. Ну вот вам вопрос. И второй вопрос. Просим многоуважаемый компьютер убрать два заведомо неверных ответа. Вот мы логически подобрались к переломному моменту сегодняшнего разговора. То, что существует руководство и подчиненные, это дураку понятно. А теперь ответьте мне на два серьезных вопроса. Знаете ли вы, что господ и рабов растят таковыми с раннего детства? Признайтесь, неужто вы всерьез думаете, что пастух и бараны учатся в одной школе? Ясен пень, что в разных. Дети победнее в обычной школе, что к дому поближе, а золотую молодежь родителей возят в элитной гимназии, ответит 99,9% зрителей. Если вы так считаете, значит, вы ни хрена не смыслите в обучении. Короли из пеленок растят королями, а челядь с детства учат кланяться им. Зарубите себе на носу. Это простое правило всех времен и народов. Видите ли, в чем подвох? Управленцы организовали формы по выращиванию себе прислуги. Заведения эти называли школами и академиями. А чтобы рыбы побогаче даже не задумывались о подвохе, специально для таких вип-баранов соорудили вип-фермы под названием Гарвард, Оксфорд и другие спецшколы, куда обычному смертному дорога закрыта. Богатые идиоты никак не вдуплят, что реально престижное учебное заведение просто по определению не может иметь всемирную славу. Пожалуйста, впечатайте себе в голову это крупным шрифтом. Помимо ферм, школы у дома и вип-фермы элитной академии существует третий вид учебных заведений школы управления. И это не пафосное слово, не набивание цены, это ранг учебного заведения настолько засекречен, что не существует официально. Вы слышали о таких? Нет. Вот видите, камуфляж прекрасно работает. Давайте подведем итог. Школы для баранов выращивают рабов, а пастухов обучают в школах для управления баранами. Даже если директор завода выходец из бедного района, он все равно с рабским менталитетом, несмотря на Роллс-Ройс в гараже, потому что промариновал мозги в школе для рабов. Управленцы смотрят иначе, думают иначе, дышат иначе. Среди простых смертных попадаются одаренные дети. Но попав в школу для рабов, даже самая светлая пастушья голова покроется овечьей шерстью. Светлый ум просто деградирует под действием токсичных бараньих знаний, которые вливают в голову под давлением. Школьное обучение подобно попаданию психушку. Нормальный в итоге свихнется от таблеток и инъекций и окружения. Школа так устроена, что даже генетически предрасположены. Король переформатируется в пешку. И прекратите наконец ругать школьную реформу. Что вы хотите от слаженно работающего механизма. Ведь система образования блестяще справляется со своей задачей. Школа выращивает планктон. Отсюда исходит потребность строить загоны для формирования мозгов. Цель таких заведений вливать яд рабского мировоззрения в каждую клеточку ребенка. Миллионы пешек должны еще с детства подготавливаться стать фоном для серой массы, серым шрифтом, до то, что планомерно и очень тщательно составлена программа для обучения именно планктона. Абсолютно каждый элемент образовательной системы нацелен на обтачивание уникальности детского знания. А почему вы думаете ребенок так сопротивляется? Почему психика протестует против вливания этого дерьма в юные светлые головы? Я не могу, я не хочу, я не буду учить этот бред вопит ребенок над учебником и правильно делает. Он подсознательно отторгает опасный для своего разума информационный вирус. Поверь на слово, мой зритель, учиться очень легко и легко учить. Процесс передачи знаний прост, как перелить воду из кувшина в стакан, а вот школа распространяет вирус, поэтому канализационную трубу без спецпереходников к водопроводной трубе не подключить. Вот дети и истерят, когда канализационный поток вам приходится впрыскивать в ребенка под давлением. Возникает закономерный вопрос. Как же попасть в школу для пастухов, если она даже официально не существует? Да никак. Это равносильно пресноводной рыбе, которая хочет перетечь на обучение в соленый океан. Школы управления отличаются от ваших школ вдоль и поперек по диагонали. Методику можно условно разбить на две огромные составляющие социально-психологический материал и материально-техническая база, в которую входит просто запредельное оборудование, программное обеспечение, инвентарь, тренажеры, стимуляторы и так далее. Если во второй составляющей вам как до луны, то первая не требует гигантских денежных вливаний. Специально психологический подход основан на полном искоренении насилия любого вида напора. Недопустимо обучение против шерсти. Никаких компрессоров, нагнетающих давление. Обучающий поток должен заливаться в ребенка самотеком. Так же просто, как заливается река в ладони. Что же получается? Каждый родитель может воспитать ребенка в русле управленца? Спросите вы? Теоретически да. Управленцам, конечно, громко сказано, но хотя бы отключить от ребенка канализационный шланг. Уж точно под силу каждому из вас. Однако на практике стеной встает громадина преграда страх. Вернее, хреновая туча страхов, которые наклепали и вдолбили в вашу голову. Угадайте, кто? Сколько у нас там средний возраст смерти? Лет 70 сейчас? В реале намного меньше. Но притворимся, что поверили статистики. Теперь прикиньте, сколько лет из этих 70 человек свободен. Ответ ужасает. Три года. Причем первые три, а их смело считайте бессознательными. Три года маленький человек делает, что хочет, а потом надевает цепи, в которые его положат в могилу. Загнул, а я говорю, три года, смотрите. Рождение, три года. Ребенок спит, сколько хочет, ест, когда и сколько хочет. Гуляет, играет, рисует, купается с уточкой, потягивает слабые молочные коктейли и смотрит мультики в любых количествах, как только душенька пожелает. Одним словом, царь. Детский сад, 3-7 лет. Начинается ад ребенку. Исполняется всего три года, а вы только вдумайтесь, он прощается с свободой навсегда. Мама выходит из декрета, и ребенка вышвыривают из домашнего уютного гнезда в ад для малышей в детский адик. Даже если мама не работает, подруги прополощат все мозги. Ты что, дура, ребенок должен привыкнуть к социуму, к смирению в стаде, пройти детский ад, как разминку перед адом школьным, адаптироваться, так сказать, к мату, гриппу и подчинению больных сильных особей, включая воспиталку. Самыми убийственными факторами для трехлетнего малыша является ранний подъем по будильнику и отрыв от мамы. 7-18 лет. Школа. Самый кошмарный период жизни человека. Ангелочков с наимно хлопающими глазками запихивают в жернова мельницы, где в течение 11 лет их будут дробить и морально уничтожать, пока хребет, если есть муку, не перемелят. 18-23 года. ВУЗ. Немного ослабляет строгий ошейник, поэтому воспринимается как менее строгое заведение, но это заслуга школы. Гипс, который она наложила, за следующую пятилетку затвердеет окончательно. 23-60 лет. Работа. Не хочешь не работай и будешь лохом в дырявых штанах, но скорее всего сдохнешь с голоду после конфискации квартиры за неуплату коммуналки. 60 лет. Могила. Вроде как пенсия положена, но пенсионная реформа работает так же блестяще, как и школьная, поэтому пенсионер вынужден продавать малину, помидоры и грибы у метро, чтобы не сдохнуть от голода, потому что за 35 лет заработанную пенсию высасывает коммуналка. Всю жизнь, кроме первых трех лет, человек не свободен. Он вынужден ежедневно ходить сначала на учебу, потом на работу за денежкой, чтобы купить еду, одежду, в которой завтра пойдет на работу за денежкой. Вот такой порочный круг, надетый на рабскую шею. Знаете, как этот круг называется одним словом? Режим. Как ошейник, он бывает строгим и понежнее, но режим это главный атрибут раба. Если режима нет, человек свободен. Дорогие друзья, в свободное время обязательно выйдет вторая и третья часть. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо. Всем пока. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.